Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. Сегодня президент ознакомился с работой современного эко-рынка Валерьянова под Минском. Торговый комплекс развернулся на месте ранее пустующих площадей. Освоить их в свое время поручил глава государства. Объект не был приспособлен для создания рынка в сжатые сроки. Специалисты работали практически с чистого листа. Сегодня это многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест на площади 20 тысяч квадратных метров. Здесь представлена продукция как фермерских хозяйств, так и крупных аграрных предприятий. Правда не так все радужно, как может казаться на первый взгляд. Площади рынка полностью не загружены. Специалисты это объясняют тем, что объект совсем молодой, ему нужно время для раскрутки. Глава государства по-человечески это понимает, но в то же время отмечает, что привести все дела в порядок. Валерьянова необходимо в течение этого года. В частности, речь идет о заполнении площадей арендаторами, обеспечении свободного доступа всем продавцам, у кого есть желание торговать на этом рынке. И не менее важно сохранить концепцию фермерского рынка, а не прийти к тому, что площади станут копией самого обычного торгового центра. Для меня главное человек. Я человек деревенский, я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Вот мы, Василий Николаевич, надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может там опять появились посредники, как это было когда-то. Они встречают на дальних подступах человека, грубо говоря, с поросенком. Так, не попадешь, давай поросенка, вот тебе копейка, я забираю, перепродаю в три раза дороже. У нас это было. Надо посмотреть на этот предмет сейчас и навести порядок на всех рынках. Люди должны свободно продать свой товар. И на Комаровке, и здесь, на всех рынках. Прилично и свободно. Здесь в течение этого года надо сделать объект, на которые не стыдно будет зайти каждый день. Потому что уже отзывы людей, я знаю, от тех людей, кто здесь бывал, неплохие. Вот неплохие там, где они были, смотрели, говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее и прочее. Но вы мне решите только одну задачу, за что я вас требую. Вырастил он цитрусовый? Иди продавай. Арбузы вырастил? Иди продавай. Мясо, молоко, сыры и прочее. Иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ, если мы для народа строим страну. Вот что мне надо. После доклада глава государства ознакомился с ассортиментом предлагаемой продукции. Александр Лукашенко около полутора часов ходил по торговым рядам. Свежее мясо, овощи, фрукты, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам. Настоящий гастрономический рай для гурманов. Некоторые продукты президент продегустировал, а также по душам пообщался с продавцами рынка и поинтересовался нюансами их работы. Не обошлось сегодня и без полезных покупок, а что-то фермерам преподнесли президенту в подарок. Спасибо. 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 Спасибо.